доброе утро всем доброе утро дорогие друзья первый день 5780 года начинается до сегодня это не первый день сегодня 3 правда число 3 число осень уже в киеве прохладно и мы продолжаем изучать пертья вот такая постоянная величина у нас есть до герни не мне шалом зураба слонян всем шалом значит доброе утро после рожи жена с новыми силами с обновленными с обновленными такими силами начинаем 5780 год да яков шатанин из израиля хорошо дорогие друзья и начинается новый год как-то вот ощущение того что он новый и хочется сделать начать что-то делать по-новому но будем продолжать значит дело то что делать и так значит мы продолжаем изучать пертья вот сейчас нас пятая глава шалом из алматы анастасия рудковская наташа благо всем шалом так и оси в бине откуда-то из южных краев хорошо и так значит пятая глава пятая глава 2 мишна 1 1 мишне мы изучили что бог десятью из речениями создал мир для того чтобы было поинтереснее до чтобы было давать награду интереснее цариком и спрашивается злодеев наказание которое разрушает мир который более сложный то есть он создал такую достаточно сложную систему именно десятью десятью десять казни 10 пальцев 10 заповедей 10 этих самых на скрижалях 10 заповедей до теперь в да теперь значит вторая мишна говорится так десять поколений асара дурот мадам 1 в 1 что было десять поколений от адама и до ноаха сейчас мы узнаем дальше что было и люди кама эраха паем лифанов и было это сделано чтобы сообщить насколько он долго терпеливый бог шиколя дурот аю мать и сим у боим что все поколения они его гневали и приходили и гневали и приходили значит они от шиви алейм от мэй амабуль пока он не привел на них воды потопа воды потопа значит давайте с первой частью разберемся потом со второй значит бог сотворил мироздание как мы знаем мне ближе всего теория которую не теория такой взгляда который изложил натан авезер есть такой религиозный профессор физики и он свел то что очень он свел слова мудрецов с тем что современная физика говорит он говорит что когда бог сказал что день 1 это был первый период в истории мироздания вселенная который длился 5 миллиардов лет но так как еще не были созданы не звезды не планеты ничего то он назван днем как как период так куда мы привыкли все считать днями поэтому первый день длился 5 миллиардов лет и это была создана материя материя в принципе энергия материя и так далее потом второй день это было формирование уже структуры там вселенной и так далее он длился 3 миллиарда лет потом третий день он длился еще там 2 миллиарда лет а вот уже четвертый день когда были созданы светило он уже длился всего там 100 миллионов лет, когда написано в Торе были созданы светила и так далее. И день, как мы привыкли, это был первый шаббат. Вот это 5780 лет с первого шаббата, который был после завершения формирования мира в том виде, в котором мы его видим сегодня. То есть с этого момента прошло 5780 лет, как Адам Ришон, первый человек, который был соединен с Богом, он, ну, он как бы начал свой жизненный путь. Да. Вот так вот я лично вижу эту ситуацию, но это сходится с объяснениями, с объяснениями наших мудрецов и так далее. То есть есть книга, называется «Вначале». Натана Вейзер «Вначале». Если вот сможет найти Влад Косов эту книгу или Яков Шатадин, было бы классно ей поделиться в группе. Книга очень такая прям хорошая, научная книга. Но в конце он завершает. Он говорит, слава Богу, что все сходится между современной астрофизикой и Торой. Если бы не сходилось, он говорит, конечно, Тора это истина, а астрофизика это такое дело. То есть она все время меняется, эта физика. Была одна физика, потом другая физика, третья физика, а Тора она вечная. Так вот, с момента, когда уже появился Адам Ришон, пошел уже развитие человека, да? И мы видим потом, в Торе мы читаем, как развивался человек. Вот был первый человек, Адам Ришон, у него была с Богом чистая связь, но он эту связь нарушил тем, что он нарушил приказ Бога, о дерево познания добра и зла не есть. И он начал сам создавать добро, зло. То есть он своими мыслями начал менять мир, менять его в, как знаете, как есть вот сайты, кто занимается сайтами, интернетом, есть какие-то права администратора, вот самые большие права, что этот администратор, он может сайт взять и повалить. Этот вот Цутерберг, да, мы сейчас все сидим в Фейсбуке, а у него есть такая кнопка у Цутерберга, и он может взять и Фейсбук убрать. Вот он ее держит, эту кнопку, рубильник такой, да, и значит, ну не рубильник, это какие-то всего лишь цифры в коде. И он может все сейчас разрушить. Два миллиарда человек останутся без Фейсбука. Понятно, да? И вот Бог сказал Адам Решону первому человеку не трогать, вот это не трогать. Добро и зло это мое. Теперь получается, что Адам Решон нарушил. Дальше пошло, пошло человечество, пошло развиваться по какой-то траектории. И его сыновья, у него было вначале два сына, Каин и Эвель. Они, Каин и Эвель, они, значит, тоже были с Богом, они были пророки, они с Богом были на вот прям личной связи. И они, значит, что сделали? Каин предложил, давай принесем Богу жертвы. Что значит вообще принести Богу жертвы? как это принести Богу жертвы? Вот если взять аналогию, то мы очень часто друг другу приносим жертвы, чтобы было понятно. Вот один человек для другого жертвует своим временем, один человек для другого жертвует своими деньгами, один человек для другого делает ему что-то. Это называется жертва. Зачем это делается? Для того, чтобы приблизиться к другому человеку и с ним сблизиться. То есть, когда один человек другому жертвует свое время, то он это делает для того, чтобы сблизиться с ним, получить более тесный контакт. И Каин сказал Эвелю, он говорит, давай принесем Богу жертву, сблизимся с ним. Как они сблизились? Каин принес жертву из плодов земли, Эвель принес жертву лучших баранов, которые у него были. Он этих баранов жертва всесожжения, сожгли они их почему-то. В результате Бог, написано, принял жертву Эвеля и не принял жертву Каина. Такая прямо в Торе описана их история. То есть, почему? Эвель принес лучшее, что у него было. Он принес от всего сердца лучшее, что у него было. А Каин принес от плодов земли. Принес, говорит предание, что он принес семена льна немного. То есть, он даже не пшеничные семена принес, а чуть-чуть. Что в ответ было? Бог принимает жертву Эвеля. Каин, написано, он обиделся на Эвеля. Он расстроился, он начал ему завидовать. То есть, вот это вот чувство зависти первое, которое прямо уже в первом поколении после первого человека появилось чувство зависти. И Бог ему говорит Каину, что ты завидуешь ему? То есть, сделай то же самое. Будь лучше, чем он. Делай то, что ты считаешь нужным, и все. Что ты на него обижаешься? Что сделал Каин? Каин убил Эвеля. Каин убил его просто. Взял и убил. То есть, вот это последствия зависти. Они бывают разные. Бывают, мы уже говорили на эту тему, что зависть сживает человека из этого мира. А бывает зависть, которая человека развивает. Она говорит, вот он смог, и я смогу. И это называется зависть мудрецов умножает мудрость. Бывает зависть, когда она убивает того, кому завидует. То есть, человек из зависти начинает вредить. Бывает зависть, что он убивает себя. Он начинает страдать и сжигает себя изнутри. Мы видим, что Каин убил Эвеля. И у меня возник когда-то большой вопрос. У меня возник огромный вопрос, вообще, как все работает. Потому что, если Бог принял жертву Эвеля, так почему тогда он его не спас? Если Эвель принес ему лучшую жертву, то почему его не спас Бог? И долго я не мог найти ответ на этот вопрос, но как-то я у одного очень большого мудреца получил ответ на этот вопрос. Он мне ответил, что у тебя вопрос с точки зрения Каина. Каину Бог дал ему, после этого Каин строил города, рожал детей, ну и так далее. То есть, он ему дал долгую, по меркам человечества, долгую, успешную жизнь. А Эвель, который принес жертву лучшее, и Бог принял жертву, его убили. Я не мог понять, где справедливость, почему так все несправедливо мне казалось. Ну, я понимал, что все справедливо, но не понимал, как работает эта справедливость. И вот, значит, этот мудрец, он не объяснил, такой мудрый человек в Цфате. Он не объяснил, он говорит, смотри, у тебя вопрос с точки зрения Каина. Ты считаешь, что хорошо, это здесь жить, строить города, там и так далее. Но, с точки зрения Эвеля, он этот мир не ценил. Он этот мир не считал важным, он хотел приблизиться к Богу. И он все самое лучшее, что у него было, он отдал Богу, как в жертву, в жертву всесожжения. То есть, для него было самым большим наградой, это уйти из этого мира. Уйти из этого мира, быстрее уйти в тот мир. Ведь, опять же, вся религиозная концепция построена на том, что этот мир, это мир работы. А духовный мир, это мир получения награды. И без веры в эту концепцию, как бы, ну, вся система тогда не работает, она непонятна. Теперь Каин, он своим, все-таки он хотел приблизиться к Богу, но он хотел ему дать чуть-чуть. То есть, он хотел в этом мире получать максимум удовольствия. И он получил свою награду в этом мире. Эвель, он принес весь этот мир в жертву Бога. Он говорил, мне это не надо. Есть такие люди, которые в этом мире не задерживаются. Рабин Ахман, вот сейчас в Умань, 40 тысяч человек приехала на его могилу. А он в этом мире не задержался, он меньше 40 лет прожил. Аризаль, был такой великий мудрец, он тоже 40 лет прожил. То есть, очень много великих мудрецов, они, Рамхаль, Рамушес Хайм Лусата, 40 лет. Они в этом мире не задерживаются. Они просто проходят его так, быстрее бы вообще, что я здесь делаю. Вот это был ответ этого мудреца мне, что Эвель, он получил свою награду. То, что он хотел, он получил. Теперь, а Каин получил то, что он хотел. То есть, Каин-то все равно верующий был. Просто он был верующий, но вот ценил очень этот мир. Дальше, с третьего поколения, с третьего поколения после первого человека, начали люди уже служить идолам. Что такое служить идолам? Служить идолам, они сказали Богу, ты знаешь, нам не надо вообще вот этот грядущий мир, духовный мир, добро, зло. Нам надо в этом мире кайфовать. Нам нужен только кайф, только удовольствие в этом мире. И идолы это как кнопочки, на которые, если ты на них нажимаешь, как наркотики, да? То есть, быстро выжимаешь максимум удовольствия из этого мира. Не то, что они служили идолам. Они через ритуалы служения идолам, они получали максимум удовлетворения сейчас и здесь, да? То есть, даже были такие формы идолопоклонства, когда детей приносили в жертву идолам. Зачем приносили детей в жертву идолам? Потому что будущее их не интересовало. Их интересовало только настоящее. Если за вот этого ребенка можно было получить больше кайфа здесь, они готовы были это сделать. То есть, будущее их не интересовало в принципе. Продолжительной жизни тогда было сотни лет. Они мыслями могли менять реальность. То есть, они были совершенно на другом уровне, как вот есть легенды про Атлантиду и так далее. Вот это все о том человечестве. И они 10 поколений от Адама, от первого человека, и до Ноаха. Ноах это Ной в транскрипции привычной. В 10 поколений они гневили Бога, написано в этой мишне. Они про Бога забыли, они сказали, ты нам не нужен. То есть, ты нам дал вот эту силу, творческую силу, менять, изменять мир. И они начали экспериментировать, делая из мира, написано, всякая плоть извратила свой путь. Они своими мыслями могли менять там вот эти все эксперименты генетические и так далее. То есть, они выжимали из своей жизни максимум удовольствия. Это было единственное, что их интересовало. И все, любой ценой. Бог 10 поколений ждал, написано ждал, и он долго терпеливый. Это Мишна нам сообщает о терпении Бога, о том качестве, когда даже люди идут против Бога. Но Бог 10 поколений терпел, пока не пришел Ноах. И Ноах, он, значит, был цадик. Что такое был цадик, был праведник? Он делал то, что Бог сказал делать. Это добро, это зло. Я прохожу жизненный путь, выполняя правильные вещи, даже если это мне сложно. И выхожу из этого жизненного пути, из этого коридора во дворец, где я вечно получаю награду. Это был замысел Бога. Бог так создал мир. И Ноах, он сказал, да, я буду идти по этому замыслу. Все. То есть, я не буду ничего выдумывать. Я иду по-простому, делаю заповеди. Значит, и Бог ему сказал строить ковчег. Он 120 лет строил ковчег и говорил людям об этой идее. Ноаха называют самым слабым популяризатором религии за всю историю. Он не сумел вернуть к Богу ни одного человека. То есть, он рассказывал так про Бога 120 лет, когда строил свой ковчег, что ни один человек ему не поверил. То есть, он был очень слабый пропагандист, получается. Да, такой. Ноах, Ной. Но в итоге терпение Бога закончилось, и все человечество было уничтожено, и остался один Ной со своей семьей, Ноах, со своей семьей и с теми животными, которые тоже не извратили свой путь. То есть, он был, в мире осталось очень много, очень мало, вернее, созданий, которые шли по изначальному замыслу Бога. Ноах, и с ним его семья, и трое сыновей, и с женами, и животные. Каждой твари по паре. Это было как бы человечество, которое на ковчеге осталось. Все остальное было, все остальное было стерто с лица земли. И когда-то я рассказывал эту историю студентам, молодым, современным, и один сидел и говорит, я знаю, у меня такое было с телефоном. У меня телефон начал глючить, я, говорит, перепрошил софт, перепрошил софтину, как он сказал по-современному так. Говорит, я Бога понимаю, он просто перепрошил софт и создал новое человечество, которое было уже чуть-чуть по-другому запрограммировано. Человек, если посмотреть на нас с точки зрения Бога или еще кого-то, то мы же биороботы. То есть, есть тело, которое уникальнейшим образом живет, существует, уничтожает болезни, держит равновесие, выделяет какие-то гормоны и так далее. То есть, ну уникальное, совершенно биоробот такой, да, который самовосстанавливается. Бах, косточка сломалась, косточка заросла. Представьте вообще, какой уникальный механизм. Что? Кто-то из нас его создавал, никто из нас его не создавал. Мы все пользуемся этим телом, биоскафандром. Есть интеллект, самообучающаяся машина, самообучающаяся машина, которая, ты в нее вводишь слова, цифры, события, и она внутри обучается, запоминает и так далее. То есть, уникальность мы просто пользуемся, не понимая и даже не благодаря того, кто это все создал. Так вот, значит, после потопа, что было после потопа? Давайте, 10 поколений Бог ждал, а после 10 поколений написано дальше, дальше написано так. После потопа, что люди исправились? Нет, люди не исправились. После потопа люди, которые потомство Ноаха, они помнят всю эту историю. И помнят, что да, Бог наказал за то, что они не хотели идти по путям Бога. Они, зная свою силу и зная свою силу двигать намерением мироздания, они начали строить то, что называется Вавилонская башня. И их намерение было устроить войну с Богом, то есть, закрыть для Бога возможность больше влиять на мир. То есть, они хотели своим, то есть, человек же это отражение Бога, внутри людей есть Бог. Божественная вот эта сила, которой Бог создатель мира, он же есть в душе у человека, как душа у человека. И если собрать все вот эти вот лучики, да, проявления Бога, лучики, такие маленькие души, и сложить их намерения, их желания в один луч, получится луч, равноценный желанию Бога. То есть, Бог, он создатель мироздания, и он в людях, как лучи такие, это души. Но если все люди собираются и свое намерение направляют куда-то, то эта сила, как бы, равноценная Богу. То есть, если каждый человек может своим намерением двигать свою жизнь, то люди вместе, сложив намерения, могут революцию сделать. Там, сто человек сложили намерения, двинули, значит, опа, пошла волна. Майдан, какие-то люди, было намерение какой-то группы людей, и они двинули ситуацию в одну сторону. Ну и так далее. То есть, намерение людей, это то, что управляет миром. И когда они строили Вавилонскую башню, их намерение было закрыть Богу вход в это мироздание. И что сделал Бог? Бог, что сделал, он смешал языки. Смешал языки, написано. То есть, люди перестали понимать друг друга. Раньше они силой мысли, и у них был один язык, на котором они разговаривали. Но после того, как Бог смешал языки, то они перестали друг друга понимать. И он у них включил в программу то, что называется беспричинная вражда. То есть, они стали друг друга бояться и враждовать. То есть, внутри вот у людей, если мы сейчас посмотрим на людей, все на измене такой, на легкой, да, все чуть-чуть опасаются. Опасаются будущего, опасаются друг друга. То есть, в среднем люди такие на опасении. И не понимают друг друга. Даже на одном языке, когда говорят, не понимают. А на разных языках вообще не понимают. В общем, план людей сломался. И дальше написано, что мы изучаем. Продолжение Мишны. 10 поколений было от Ноаха до Авраама. Авраама Вину, это Авраам, праотец наш, который первый, он жил в 1941 году от сотворения, 48 году от сотворения мира он родился. Авраам, это был человек, который соединился с Богом полностью. Он опять нашел вот полностью в своем мышлении, в своем, в своей голове, в своей душе нашел стопроцентный путь к Богу и прилепился к Богу, как одно целое с ним стал. И Авраам, значит, он, прилепившись к Богу, он опять начал не просто служить Богу, а начал весь мир поворачивать к Богу. Он говорит, люди, чем вы занимаетесь? Смотрите, есть Бог хозяин мира, творец мира, создатель мира. И надо его за все благодарить, надо знать, что он создал мир, он хозяин, и надо жить по его законам. Это была идея Авраама, единобожия, то есть он выступал против идолопоклонства и всех вернуть к Богу. Хотел Авраам. И написано так, что 10 поколений было одно, а хода Авраама сообщит, насколько Бог все-таки терпеливый, насколько он терпеливый, что все поколения, они его гневали, и они не служили Богу. То есть человечество шло против Бога. До того момента, пока не пришел Авраам, праотец наш Авраама Вину, Ветибель Сахар Кулям, и он получил награду из всех. То есть была заготовлена награда, вот этот вот грядущий мир для всех, но все от нее отказывались. Все здесь в этом мире жили только ради интересов этого мира. И Авраам Авину пришел, и он, соединившись с Богом, он получил как бы вот этот вот бонус всех тех поколений, которые были до него, вот эту огромную духовную силу и огромную духовную награду. И он соединился с Богом, получается. То есть все, кто были люди, они с одной стороны были люди, но с другой стороны, то человеческое, высшее человеческое, которое является связью с Богом, они от себя отрезали. И получается, что, представляете, вот сколько божественного, а никто его не берет. И только Авраам Авину, он соединился, бах, соединился с Богом, и вся вот эта божественная сила пошла в мир через него. Что было дальше, мы узнаем в следующей мишне. В следующей мишне мы узнаем, как Авраам, получив эту силу, что дальше с ним было. Это же можно прочитать в Торе, книга Берешит, рассказывает подробно обо всех этих событиях. Но еще раз скажу, те, кто собирается изучать письменную Тору, изучайте ее на портале Taldo.ru с комментариями. Обязательно с комментариями, потому что без комментариев ее понять нельзя. Это текст, который нуждается в объяснениях, которые все были даны в устной Торе. То есть не было дано отдельно письменная Тора, отдельно устная. Было дано вместе. То есть без устной Торы нельзя понять, что сказано в письменной. Поэтому изучайте очень много хороших уроков на портале Taldo.ru. У нас тоже на Ваикра накапливаются уже уроки по недельным главам. Тоже можно на Ваикре посмотреть. Есть очень классные уроки, понятные по недельным главам. Или на Ваикра, или на Taldo.ru. Но самостоятельно читая письменную Тору, это невозможно понять, как было на самом деле. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего года. Вывод такой, что Бог терпеливый, но если ты идешь в неправильном направлении, оно рано или поздно заканчивается плохо. И расскажу анекдот напоследок, чтобы это была мысль понятна. Открылся ресторан, шел человек по улице, увидел ресторан. Называется ресторан «За все заплатят ваши потомки». Название такое. «Заплатят ваши потомки». Он думает, какой интересный ресторан, зайду посмотрю. Заходит в ресторан и говорит, а что значит «За все заплатят ваши потомки». Ему говорят, очень просто, вы заказываете, а платят ваши внуки. Он говорит, как отлично, да. Ну, давайте, заказал, назаказывал себе, сидел, гулял, пил, ел, все назаказывал. Значит, ему приносят счет, значит, счет для внука. Он подписал счет, написал, все, пусть внук платит. И уже собрался выходить, ему говорят, стойте, вам надо счет оплатить. Он говорит, секундочку, а мне за что счет оплачивать? Внук оплатит. Ему говорят, да, действительно, это счет вашего, это счет, который вы покушали, оплатит ваш внук. А вы должны оплатить счет вашего дедушки. Ему принесли счет его дедушки. И вот точно так же каждый из нас, он цепочка в поколениях. И когда евреи, например, отказались там в каком-то поколении служить Богу, то расплачиваются потом их внуки за то, что они отказались служить Богу. Поэтому мы вчера, когда в молитве говорили много раз такую фразу, что мы или как сыновья, или как рабы. То есть и тут человек выбирает, или он как сын служит Богу, или он как раб служит Богу. Но не служить Богу, это ты становишься тогда беглым сыном или беглым рабом. Это заканчивается очень плохо. Все. Удачи, успехов. Сделайте свои выводы. Бог терпеливый, но терпение заканчивается. И возможно, как раз оно на нас и заканчивается. Не дай Бог, да? Не дай Бог. Поэтому каждый должен рассматривать себя, как будто бы от его поступков зависит не только его судьба, от каждого поступка, но и судьба всего мира. Всего мира. То есть вы посмотрите, как сейчас вокруг, что творится. Америка 50 на 50, республиканцы, демократы 50 на 50, Израиль левый и правый 50 на 50. То есть весь мир стоит вот так вот сейчас, как качели. Я лично считаю, что демократы и левые это зло. Это мое личное мнение. Они не чистое зло, но ближе ко злу. Поэтому омерите, голосуйте за республиканцев, поддерживайте Трампа. Это и мне так кажется, это мое личное мнение. И в Израиле, конечно, за религиозные партии или за Ликуд, за правых. Все. Потому что мы сейчас 50 на 50. А в личной жизни понятно нам, что делать. Тора, заповеди или непонятно вообще, что делать. Все. Всем удачи, успехов. Хорошего дня. Напишите свои выводы. Напишите свои выводы.